Здравствуйте! В эфире программа «Продвижение и реклама» и ее ведущие Татьяна Тормогина и Илья Мартынов. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях Наталья Соколова, руководитель департамента маркетинга и рекламы компании «Ральф Рингер». Здравствуйте! Наташа, большое спасибо, что пришли к нам на передачу. Расскажите, пожалуйста, о компании, что за бренд, какую индустрию он представляет, как он создавался, какое у него положение на рынке. Нам это очень интересно, чтобы потом перейти как раз-таки к инструменту продвижения и рекламы. Компания «Ральф Рингер» была создана очень давно. Изначально команда единомышленников. Название бренда «Ральф Рингер» придумывали по тем временам, исходя, так скажем, из экономической ситуации. Понимали, что, скорее всего, бренд с российским названием куплен не будет обычными потребителями и, соответственно, решили пойти по простой схеме. На тот момент самое высокое доверие и лояльность вызывала, в принципе, продукция из Германии. Поэтому «Ральф» — это мужское имя немецкое, а «Рингер» — это в переводе «боец». Так у нас и получился «Ральф Рингер». — На фамилию похожа. — Да, да. — То есть, изначально это российский производитель обуви, верно, но имеет англоязычный бренд, что, собственно, понятно, почему англоязычное название тогда было ему присвоено. А какой ценовой категории, какие, как позиционировать себя продукты? — Ну, смотрите, изначально первые 15 лет компания выпускала исключительно мужскую обувь. Это был средний, средний плюс. Сейчас уже на протяжении двух лет компания выпускает в том числе и женскую обувь. Мы прирастаем плюс 50 процентов в год за счет, да, за счет привлечения женской аудитории и женских продаж. Сейчас у нас, ну, такой стабильный средний сегмент. — А как вы бы его характеризовали? Это не фэшн же, правильно? Это скорее какой-то casual outdoor или вот как вот с точки зрения? — Да, я поняла. Извините, я расскажу про идею. Просто изначально у компании есть очень высокие компетенции в производстве комфортной и стильной удобной обуви. Это не молодежная обувь, это не обувь, так скажем, каблучка какая-то или шпильки. Да, мы не фэшн. Но при всем при этом в картеробе как у мужчин, так и у женщин, да, есть определенные предметы, определенные вещи. И, соответственно, повседневная обувь, ну, я думаю, занимает там порядка все-таки 80 процентов. Это наша ниша, это наш сегмент. Плюс ко всему мы отточили мастерство за эти 15 лет на, так скажем, производстве мужской обуви и обуви именно в этом сегменте. И, соответственно, сейчас наращиваем компетенции в плане, вернее, в производстве женской обуви в этом же сегменте. Комфортной, удобной, надежной обуви. При этом это не значит, что комфортная обувь, она не может быть красивой. Она красивая, просто она из натуральных материалов. Каблук у нее может быть там, ну, удобный, комфортный для стопы. То есть это где-то 5-7 сантиметров. То есть вот такие вот нюансы, с которыми мы работаем. А ваше конкурентное окружение – это кто? Как вы его себе представляете? Ну, смотрите, опять-таки, конкуренция вообще, в принципе, на рынке жесткая. Каждый испытывает на себе очень жесткое давление. Идет давление с точки зрения транснациональных компаний, например, это эко, если мы говорим об обуви. Идет давление с точки зрения торговых сетей, да, это мультибрендовые магазины. У нас все-таки монобренд. Мы выпускаем только одну марку, Ralf Ringer, но просто разноплановую, потому что у нас есть разные линии, в том числе одна из наших линий выходит, в принципе, уже в отдельное направление, в отдельную торговую марку – это пираньи, это для молодежи. Мы там используем просто более яркие цвета, более интересные решения, например, такие, как брагирование, да, то есть это очень интересная, так скажем, отстрочка, может быть, на обуви. Но это отдельный бренд, который уже не Ralf Ringer, пираньи, а именно пираньи-пираньи. Да, это есть пираньи-пираньи. Другой вопрос, что… Не экстеншн, да, а вот сам в себе автономный. Но, с другой стороны, мы не можем себе позволить пока, во всяком случае, продвижение двух брендов, поэтому есть очень четкая привязка пираньи к ральф-рингеру. А детская линейка пока еще не думали? Мы не только думаем, мы уже кое-что делаем в этом управлении. То есть дальнейший план расширять все-таки еще больше астротиментный ряд? Естественно, конечно. Я бы сказала, что российскому производителю нужно выживать на этом рынке, потому что если у транснациональных компаний есть и бюджет, и совершенно другие, так скажем, возможности, другие заказы, то у нас пока всего три завода. А с точки зрения дизайна, технологий, вы полностью… у вас собственная команда, которая над этим работает? У нас свой отдел дизайнеров и конструкторов. Например, компания Ральф Рингер разработала отдельную линейку, она называется «Грант». Сделано это с учетом того, что мы изучили эргономику российской стопы, изначально только мужской, теперь еще и женской, и поняли, что, например, итальянская обувь, которую любят наши женщины очень сильно, в массе своей не подходит им, потому что у итальянок более тонкая нога, тонкая кость, и, соответственно, наши женщины жалуются. Поэтому мы это все учитываем. — А особенности климата тоже, видимо, учитываем. — Да, учитываем, в следующем сезоне у нас будет новый фасон в производстве и, соответственно, в продаже, это фасон «Фрост». — А вот ваш покупатель – это все-таки мужчина пока традиционный, или это уже… — Обидно вашей речи нам. Но я понимаю, почему. На самом деле, мне очень часто задают этот вопрос, потому что за 15 лет мы построили взаимоотношения с мужской аудиторией, и у нас очень высокая лояльность в этом сегменте. Женскую обувь мы производим, как я сказала, не так давно. И первые две коллекции, они были, ну, так скажем, имели не очень сбалансированный ассортимент. И буквально только в этом году, вот два дня как, у нас начался старт рекламной кампании. Теперь мы считаем, что нам есть чем гордиться. У нас сбалансированный ассортимент, у нас цветовые определенные есть решения, и очень усовершенствованный, очень интересный модельный ряд. Соответственно, женщины, она знает мало, и одна из задач, которую мы должны решить при помощи рекламной кампании, это увеличить знания и, соответственно, лояльность. А каким образом все-таки вы сейчас планируете перевернуть вот это вот понимание того, что Ральф Рингер – это мужской бренд? Каким образом вы будете коммуницировать то, что это все-таки универсальный бренд? И мужская обувь, и женская обувь, и, может быть, детская? – И не мешает ли вам в этом, собственно, само название бренда, которое однозначно мускулиное по восприятию? – Вы знаете, нам не мешает, нам даже это помогает, потому что, возможно, это связано с ментальностью в том числе россиян, и в том числе женщин. Вот наша рекламная кампания сейчас, нацеленная на женщин, идет под слоганом «Доверься мужчине, Ральф Рингер, путь открыт». То есть мы совместили, да, несовмещаемое. И всем при этом, как показали данные Гэллопа, 56% женщин знают нашу марку. Знают, конечно, это не значит, что покупают, но, в принципе, они относятся к ней очень лояльно, как при ответе на второй вопрос. Почему? Потому что, видимо, многие изначально заходили, покупали или рассматривали этот бренд как покупку через своего мужчину. Через своего мужчину это… – Ну, вот я хотела как раз сказать, что скорее это такая, да, история про мужа, который носит, и жена, естественно, там, знает. – Про мужа, про отца, про брата, да. – Ну, да, про брата, да. – И, соответственно, учитывая, что мужчины не жалуются у нас, опять-таки, по нашему исследованию, это порядка 79% лояльности. Лояльность среди мужчин очень высокая. Женщины сопричастны, сопереживают всегда. И, соответственно, изначально они уже настроены к нам очень положительно и очень хорошо. А, судя по продажам, еще и очень активно. – Мне кажется, вы все-таки еще в уникальном положении, потому что это сегмент некого такого casual-аудора и удобного, и экономичного, при этом качественного. Он, в принципе, мало развит. Ну, или я не права? Не так много марок, которые в нем оперируют. – Вы знаете, марок, может быть, и не очень много, но при этом очень много ноу-бренд и очень много Китая. И, соответственно, как бы там ни было, но потребители, особенно в этом сегменте, в том числе, голосуют рублем. А при той экономической ситуации, которая уже существует и которая к нам придет, нам придется очень тяжело, ну, и очень, так скажем, работать в рамках жесткой конкуренции. Соответственно, здесь мы настроены, с одной стороны, решительно, с другой стороны, нам кажется, что мы победим. По одной простой причине. Потому что у нас есть высокая лояльность, уже сформированная. У нас высокое знание. И женщины, которые уже купили или, так скажем, приобрели, поносили нашу обувь, они к нам возвращаются. То есть я это вижу, потому что у меня регулярные отчеты еженедельные из колл-центра. Вот вы не поверите немножко в коммуникации. И сначала мы решили просто в тестовом режиме попробовать и издали свою газету, понимая прекрасно, что мы не фэшн. Прекрасно понимаю. Но при этом нам нужно было показать ассортимент. И эта газета, она вкладывалась практически в каждую покупку, которую совершал в том числе и мужчина. То есть к нам стали обращаться женщины, увидев информацию из газеты, которую принес муж домой. То есть она приходит в ближайший магазин. Это может быть магазин, например, нефирменной розничной сети. И там просто нет того ассортимента, то есть того туфелька, там, я не знаю, башмачка, ботиночка, который ей бы хотел. Но при этом на нашем сайте она его видит. И вы не поверите, они начинают искать, где же это есть, где ближайший дом, а потом писать письма. Вот вы извините, пожалуйста, к сожалению, это был конец сезона. Но вот я бы хотела 38-й размер, а у вас только 39-й. Вот у вас такие интересные модели. То есть я понимаю, что это работает. Это работает очень хорошо, даже через мужчин. А вы продаете, Симона, в собственных магазинах или мультибрендовых ритейлерах? Так и так, да? Да, у нас микс, потому что изначально, в принципе, у нас были, ну и сейчас развиваются собственные розничные сети, естественно. И есть магазины партнеров. Они построены по типу франчайзинга, и есть, естественно, мультибрендовые магазины. Ну, давайте вернемся к рекламной кампании. Доверься к мужчинам, мужчине, да? Да, доверься к мужчине. Да, это очень актуально, я думаю, для всех времен и национальности. Как бы призыв и инсайт. Знаете, есть такое понятие универсального инсайта. Вот это как раз из этого. Нет, в том, что потребность в этом существует всегда вне зависимости от вообще состояния и времени, и так далее, возраста. Поэтому как раз-таки здесь можно играть. Вот что именно вы под этим таким привлекательным для женщин слоганом делаете? Ролики или идете там в какой-то директ-маркетинг или вообще какие инструменты используете? Ну, мы используем микс, естественно, и абсолютно разные инструменты. Другой вопрос, что как у российского производителя, возможно, да, у нас нет, ну, так скажем, достаточного бюджета, или того бюджета, который, например, был у меня в этой же компании в 2006 или 2007 году. То есть тот медиавес, который я бы хотела, я сейчас не могу себе это позволить. Медиавес, я заподозреваю, что все-таки мы говорим о телевидении. Ну, да, я говорю о том, что я не могу себе этого позволить. Поэтому у нас есть, ну, как сказать, другое предложение. Мы делаем рекламную кампанию совместно с нашими партнерами. То есть часть денежных средств вкладывают они, часть мы. И поэтому сейчас у нас ролики крутятся больше на региональных каналах. Плюс ко всему у нас, естественно, наружная реклама. Очень много это навигация к торговому центру. И плюс ко всему федерально у нас подтянулась сейчас глянцевая пресса и интернет. А глянцевая пресса, вот она оправдана для вашей ценовой категории? Мы сейчас все-таки пытаемся донести до женщин, что мы не просто комфортная обувь, но в том числе и стильная, и качественная, и красивая. И я считаю, что с этой точки зрения глянцевая пресса нам необходима. К сожалению, сейчас нет возможности сделать интересных проектов, таких, опять-таки, как можно было сделать, например, ну, я не знаю, там, 5-6 лет назад. Я могу рассказать о том опыте в одежде, который у меня был, например, в 2007 году, в 2008, то есть до кризиса, когда, собственно говоря, давая просто прямую рекламу в Космо или в Мэнс Хеллс, мы могли совершенно спокойно пообщаться с модным стилистом. И у нас вот родилась на тот момент компания, которую потом, я точно знаю, скопировали очень многие бренды. У нас был Мэнс Хеллс рекомендует Финфлэр. Ну, тогда я просто работала в компании Финфлэр. И, соответственно, данная акция была направлена на восприятие торговой марки Финфлэр как более фэшн, то есть не спортивный, более стильный и модный, потому что это была рекомендация от модного стилиста. И, соответственно, это увеличило нам продажи. И вот, соответственно, сейчас эти спецпроекты, они просто продают. То есть если раньше можно было договориться на бесплатной основе, потому что это было интересно как, собственно говоря, с самим глянцевым изданием, так и заказчикам, то сейчас это все в продаже. Поэтому приходится очень сильно выкручиваться. Потому что я, честно говоря, не знаю, у кого есть огромные бюджеты, мне кажется, что ни у кого. Потому что рынок, собственно говоря, одежды, по официальным данным, растет плюс 6, плюс 8, а обувь у нас всего плюс 2. Поэтому мы живем в очень тяжелой ситуации. Мы вынуждены считать каждую копейку и, соответственно, управлять своими бюджетами, посредством в том числе еще и партнеров. А вот с точки зрения коммуникации вы продвигаете бренд или вы продвигаете конкретный продукт, конкретную коллекцию, конкретное, может быть, предложение сезонное или разные? Мы не можем продвигать просто бренд, потому что, к сожалению, нам надо и продавать продукцию. Поэтому у нас получается микс. Например, даже в коммуникации, направленной на женщин, доверься мужчине, я не вынуждена, а мы показываем и мужчину, и женщину, и продукт. То есть у нас как бы микс. И, в принципе, это все смотрится очень гармонично. А при этом, когда коммуницируете Ральф Рингер, наследие, даже не наследие, а, собственно, корни российские, российское производство, вы об этом проговариваете, вы это говорите? Мы пытались проговаривать это в течение буквально 3-4 лет. Не то, что нам не верят, понимаете, у меня ощущение, что нам не слышат, потому что само название бренда и само название компании формирует у потребителя абсолютно другое восприятие. Нас воспринимают как немецкую марку. Если Томас Мюнс пытается как раз отойти от своих российских каких-то корней, и у них четко везде написано, что офис, представительство в другой стране, то мы везде открыто пишем, что мы российская компания, что мы российский производитель. И нам можно доверять, мы никуда не уйдем, потому что все наши заводы, фабрики, они находятся в России, и мы отвечаем, отвечаем вот собой за свое качество. Но вам это не мешает при этом? Нет, нам это помогает. Помогает. То есть потребитель когда-то задает вопрос, а где, собственно, кто сделал, и вы говорите, Россия, у них не возникает некого разрыва между Ральф Рингер и Россия. Нет, я думаю, что, ну, вернее, я знаю, что это могли бы быть проблемы в начале 90-х, и, может быть, в 2000-м году. Сейчас, наоборот, доверие к собственному производителю, оно достаточно высокое. Хорошо, хоть есть сильные производители, которые работают на внутренние продукты, я думаю. Вы знаете, мы не только работаем здесь, мы еще и открыли при помощи партнера магазин в Австрии. И у нас бешеный успех, у нас бывали очереди. У меня вопрос в связи с этим. Если вы сказали, что Ральф – боец все-таки, то как это воспринимается? Если вы там тоже продаете, например, женскую обувь, как воспринимается женская аудитория Австрии? Название ты имеешь в виду? Да, Ральф Рингер. Вы знаете, это трудно пока ответить, потому что исследования мы проводили здесь, а там я могу ответить только по продажам. Продажи хорошие, соответственно, видимо… И женская обувь тоже. А идея, она возникла спонтанно или какая-то была предпосылка? Скажем честно, идея, конечно, возникла спонтанно. Просто несколько раз к нам писали, так скажем… У нас есть еще определенная рекламная компания, так скажем, направленная на увеличение B2B-шного сегмента. Соответственно, мы, естественно, как любая компания, ищем партнеров для того, чтобы развиваться. Но этот партнер, собственно говоря, наш. И он предложил открыть магазин «Ральф Рингер» в Австрии. Естественно, мы очень долго думали, решали, но все-таки вот решились. И первые две недели, я могу сказать, что мы думали, что все будет провально, потому что люди приходили, держали нашу обувь, мерили, трогали, расспрашивали продавцов о производителе, о материалах, но ничего не покупали. Прорыв случился буквально на третью-четвертую неделю, когда пришли и просто стояли в очереди, чтобы купить. А вы как-то коммуницировали в Австрии открытие магазина? Да, естественно, мы устроили торжественное открытие магазина. Плюс ко всему у нас был мини-фуршет, и появилось очень много сообщений в прессе. А, то есть вы непосредственно пригласили представителей прессы туда на открытие этого магазина, и дальше уже пошло распространение силами этих журналистов. А для них, наверное, это все-таки довольно беспрецедентная история, что российский производитель открыл магазин обуженной продукции. Конечно. Но тогда это такой информационный повод, я думаю, для немецких СМИ, австрийских. Вы знаете, это был даже очень крутой информационный повод для российских СМИ. К сожалению, нас даже немножечко обвинили в том, что мы, так скажем, заплатили денег для того, чтобы опубликовать подобные новости. Хотя на самом деле мы всего лишь навсего рассылали пресс-релизы, ну вот со своей стороны. И очень многие заинтересовались, потому что, опять-таки, в условиях такого жесткого рынка, который сейчас существует, открыть магазин где-то еще, ну тем более в Австрии. Ну, несомненно, это же доказательства и качества, да, и успеха коммерческого. Это, мне кажется, очень как раз здорово, и прям мы горды за вас тоже. Спасибо. Надеемся, что у вас там будет сеточка расти. Поддержите российского производителя. Купите обувь. В Австрии. Нет, ну просто я, например, уверена, что мало кто знает из женщин про нашу обувь. То есть, да, могут ходить, могут смотреть. Так вот, что же вы будете делать, чтобы женщины узнали о них больше? Расскажите нам, как, собственно, человек ответственный за это. Да, кроме телевизора. Да, кроме того, что мы уже знаем. Ну, у нас сплит, как я сказала, это и телевизионная реклама на региональных каналах, это федеральный интернет, реклама интернет, ну, продвижение в интернете. Мы очень плотно работаем с соцгруппами, в том числе. Вот как вы с ними работаете, интересно? У нас свои соцгруппы, созданные, ну, практически во всех сетях. Другой вопрос, что мы, может быть, не поддерживаем, там, вернее, не очень сильно поддерживаем, например, твиттер, да, потому что мы видим переходы. И переходы у нас в основном идут и с Фейсбука, и с ВКонтакте, и с Одноклассников. Соответственно, там у нас и основное игровое поле. Опять-таки, посмотрев на свой опыт, на нашу статистику, мы видим, что женщины, они очень падкие. Извините, но это правда. Они действительно ждут определенных ценовых акций. У нас, например, по акции, купив вторую пару обуви с 20% скидки, увеличение продаж составило по сети 21%. Ну, это абсолютно такая, знаете, естественная с точки зрения ритейлера и продвижения, а механика… Это было естественно только тогда, когда… С точки зрения продаж. Только тогда, когда к нам подключилась женская аудитория. На самом деле, с мужской аудиторией здесь достаточно сложно играть. Там у нас не было таких сногсшибающих успехов. А вы не задумывались, вот вы упомянули о глянце, а интернет-глянец все-таки такая… Появляется, он как бы часть коммуникационных инструментов, да? Вы не задумывались о том, что в интернет-глянце размещаться? Потому что, если вы говорите о фэшн определенном уже, тем более для женщин, женщины все-таки все больше и больше, ну, по крайней мере, популярность интернета, зданий все растет. Не пробовали там размещаться? Не задумывались об этом? Имиджи какие-то, имиджевые проекты, спецпроекты делать? Мы планируем это, думаем, сейчас рассчитываем, просчитываем. Потому что на данный момент не совсем уверены в эффективности. Объясню почему. Согласно статистике, опять-таки, той же, которую представляет Гэллоп, большинство сайтов, посещение большинства сайтов – это 80% Москва, область и Санкт-Петербург. А у нас региональная сеть по всей России. И, соответственно, пока с точки зрения возврата, так скажем, на инвестиции, мы не понимаем, будет ли нам это выгодно. А с точки зрения возврата на инвестиции, насколько выгодно, например, в соцсети идти? То есть есть какое-то заметное движение в плане продаж от этого канала? А здесь у нас другой расчет. Дело в том, что у нас сотрудник на зарплате, который помимо соцсетей, занимается еще многими другими проектами. И здесь нет таких вложений. Это немного другой формат. Вы имеете в виду с точки зрения затрат у нас, у ваших. А это работает? Конечно, это работает, потому что счетчики, так скажем, Google Analytics показывают нам количество переходов. То есть имиджевая составляющая здесь работает. А так как интернет-магазин мы только планируем развивать, и сейчас… Вот это был как раз мой вопрос, что у вас с интернет-магазином. Ой, но сначала нам нужно решить вопрос с сайтом, потому что у нас достаточно древняя история, у нас достаточно старая, так скажем, конструкция сайта. На мой взгляд, она не очень френдли, так скажем, нашим… Не очень удобно, не очень, да. Да, нашим посетителям. Соответственно, сейчас как раз мы провели тендер, и в планах у нас разработка, я бы сказала, корпоративного портала, потому что у нас будет не просто сайт, у нас будет плюс ко всему еще интернет-магазин, как для B2C, так и для B2B. Такой вот веб-ресурс, который бы решал многочисленные ваши бизнес-задачи, как для консюмера, так и для B2B. Ну, абсолютно правильная, конечно, история, вопрос ее там реализации скорейшей и эффективной. Здесь мы точно не будем, потому что это просто предстоит такая интеграция с различными абсолютными системами внутри компании, простроение даже собственных бизнес-процессов, которые, возможно, где-то сейчас дают сбой. А здесь нужно будет отладить все очень четко. Скажите, Наташа, а вот какие тенденции существуют на этом рынке? Все-таки здесь аудитория довольно консервативна, она семейна, у нее возраст, это все-таки не молодежная, это такой классный, совсем прогрессивный, креативный. Прямо обидно, ваша речь опять. Да? То есть это все не так? Ну, расскажите. Это вот восприятие со стороны. Да, я поняла, потому что обувь, вы воспринимаете нашу обувь, даже не торговую марку Альфрингер, а больше обувь, может быть, комфортную. А комфорт – это всегда консервативно. С одной стороны, да, это консервативно, это правда. С другой стороны, даже в консерватизме есть свои интересные фенечки или фишечки. По поводу консервативной аудитории. Если бы наши женщины были бы очень консервативны, то за два года мы, мне кажется, не имели бы знаний 56%, и мы не имели бы прирост продаж 50% в год. Вот мне кажется, это ответ на вопрос. Нет, я имею в виду с точки зрения потребителей рекламы. Да, вот они же потребители рекламы, соответственно. Это не потребители. Для нас они потребители прежде всего обуви. Мне не нужно, чтобы они потребляли рекламу. Реально нам необходимо, чтобы они пришли и сделали покупку. Стимулировать покупку, ну, это основные такие инструменты. Самый важный, мне кажется, момент – это просто хороший продукт. Вот если она приходит, ей удобно, ей комфортно, она видит, что это красиво, опять-таки, в ее понимании. А в понимании женщины красиво – это, ну, вы понимаете, да, это такое безликое множество всего. Вот, соответственно, здесь работает только так. А какие у вас какие-то планы на будущее? Есть какая-то там интересная мега-идея, которую вы там сейчас планируете? Или какой-то проект невероятный? Вот невероятный проект сейчас – это наш сайт корпоративный. А, вот, собственно, оно и есть. То есть и коммерс, и электронная продажа – это то, на чем компания видит свою перспективу. Да, а дальше мы будем совершенствовать нашу продуктовую линейку, потому что без этого мы не пойдем никуда. В общем, основной – это продукт. Да, основной. Ну, я совершенно согласна. Если есть качественный продукт, и если есть на него конкретный спрос, и он довольно высокий, то, несомненно, продукты есть в ваш маркетинге, есть в ваше продвижение. Остальное – это уже… Да, плюс сервис. И сервис, конечно же. Вот сейчас мы не можем оказать, на мой взгляд, там достаточный сервис, неважно для мужчины или для женщины. Да, сейчас мы можем оказать сервис, только посмотреть, где находится та или иная модель, и, собственно говоря, заказать ее там, ну, вернее, уточнить, может быть, по телефону, но… Да, Наташа, спасибо вам большое. У нас, к сожалению, просто уже закончился эфир. У нас в гостях была Наталья Соколова, а в эфире программа продвижения и рекламы ее ведущие Татьяна Тармогина и Илья Мартынов. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok